Что ж, с июля месяца Красноярская краевая научная библиотека для горожан и гостей города будет проводить экскурсии по Красноярску. В какие потаенные уголки города могут нас с вами завести, мы узнаем у библиотекаря научной, универсальной научной библиотеки края Ольги Кургиной. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Приветствуем вас. Ну, сперва поговорим о том, по какому маршруту будет двигаться эта экскурсия. Вообще, у нас разработано много маршрутов, уже 9, и каждый маршрут занимает не продолжитель, не большой участок города, то есть маршруты локальные. То есть не будет такого, что есть центры, отделены рощи? Нет, нет. Мы проходим на каждом маршруте несколько кварталов. И при этом библиотекарь-экскурсовод очень подробно освещает историю создания зданий и их архитектурные особенности. А также рассказывает об известных красноярцах и известных благотворителях, жизнь которых связана с городом Красноярском и Енисейской губернией. Каким образом эти маршруты составлялись? Что являлось знаковыми местами для того, чтобы именно по ним провести маршруты? Во-первых, мы составляли маршруты по центру города, потому что центр города – это историческая застройка, это известные соборы, это известные здания, это памятники архитектуры. Поэтому мы выбирали маршруты, на которых будут обязательно присутствовать памятники, архитектуры или церкви, или какие-то другие интересные здания, которые неразрывно связаны с историей города Красноярска. Девять маршрутов. Они будут ежедневно выбираться, какой-то определенный, но не ежедневно, точнее, по субботам? Нет, они чередуются. Маршруты чередуются по субботам, каждую субботу в 12 часов дня какой-то определенный маршрут, по какой-то определенной теме. То есть только выстрелопушка, и вы, собственно, отправляетесь? Да, совершенно верно. Девять маршрутов успеете ли? Какой период времени, до какого числа можно будет все производить? Вообще, у нас сейчас разработаны новые маршруты. Я хочу уточнить, что на протяжении 2015 и 2016 года у нас было 4 маршрута. Сейчас присоединились новые, и в основном мы группы будем водить по новым маршрутам, а вот те, которые мы проводили раньше, они остаются для индивидуальных экскурсий. То есть это уже есть такая, как бы, некая привычная история для красноярцев, она уже, в принципе, себя зарекомендовала? Да. Ага, хорошо. А что же вы будете делать с людьми, которые, например, может быть, ну, случайно присоединились, прогонять их от группы? Нет, ни в коем случае. Все случайные присоединившиеся к нам прохожие, мы им только рады. Часто это случается? Случается, да, что случается. Люди интересуются. Люди интересуются на пути, люди интересуются историей, мы их не прогоняем. А кто проводит экскурсии? Экскурсии проводят библиотекари, которые специально прошли обучение или предполагают пройти обучение на библиотекарей-экскурсоводов. То есть освоили еще одну новую специальность. В общем, да. Для этого проекта. А насколько сложно вот перебазироваться из библиотекарей, вот, экскурсоводы или, в принципе, с легкостью? Дело в том, что Государственная универсальная научная библиотека обладает основательным фондом по краеведению. Поскольку библиотекари должны по своей специальности проводить обзоры. То есть это то же самое, что обширенный обзор. Но поскольку литературы по краеведению у нас достаточно много, то есть несложно подготовиться, имея большой выбор литературы, большой выбор источников. Это не только книги по краеведению, это еще и дореволюционные газеты и журналы, которые хранятся в Государственной универсальной библиотеке в отделе периодики. То есть таких источников, наверное, немного есть мест в Красноярске, где есть такие источники. И вот из этих источников мы тоже берем информацию для своих экскурсий. А насколько для вас были ли какие-то новшества, открытия в плане... Безусловно. Мы очень многое узнали нового. И о людях, которые жили в Красноярске, и об истории зданий, как они строились, почему, кто заказывал их строение. Мы очень много узнали об архитекторах. Мы рассказываем еще и об архитекторах, в том числе и дореволюционного Красноярска. А были ли в городе Красноярске, может быть, владеют такой формацией, такие места, например, где сейчас находится определенное здание, а до этого, к примеру, это место занимало, ну, к примеру, еще два разных стране. Да, на месте, допустим, стадиона «Локомотив» была сначала городская тюрьма, потом была площадь, где осуществлялись наказания телесные. Это напротив дома музея Сурикова, где сейчас находится дом музея Сурикова, вот напротив находилась площадь, где была тюрьма, потом находился первый в городе деревянный театр, а сейчас вот стадион «Локомотив». Мне кажется, краеведение – это вообще тема такая неисчерпаемая. Это очень интересная тема, краеведческая литература, порой еще более интересная чтение, чем детективные романы. Тогда давайте еще раз обозначим все эти, когда, куда нужно прийти и когда. Как узнать тему. Для того, чтобы узнать тему, для того, чтобы записаться, мы приветствуем, ну, заблаговременную запись на наши маршруты, нужно позвонить в отдел периодики Государственной библиотеки по номеру 211-36-42 и записаться на любой маршрут. Все маршруты у нас, экскурсии, проходят по субботам. Каждую субботу, начиная с мая и заканчивая с сентябрем. Мы проводим вот в теплый сезон. И записавшись, уже уточнить информацию, в какую субботу какая тема. Потому что каждую субботу мы проводим одну экскурсию на определенную тему. Плюс у нас есть еще один маршрут на английском языке. Очень многие интересуются. А если, например, будет плохая погода, то можно просто взять с собой зонтик или стоит позвонить уточнить? Да, безусловно. Мы и в плохую погоду тоже проводим. То есть находим места, где можно укрыться от дождя и проводим. Люди приходят все в полном составе и в плохую погоду. Еще расскажем номер телефона. 211-36-42 Теперь наши телезрители знают, как позвонить и записаться на экскурсию, которые очень-очень интересны, как мы уже успели узнать. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам этим утром и рассказали нам столько интересного. Спасибо. Ольга Кургина, библиотекарь универсальной научной библиотеки «Края» была у нас в гостях.